Добрый день всем, дорогие участники! Я сегодня постараюсь, скажем так, очень быстро и кратко описать вам примерную систему и примерные модели регулирования искусственного интеллекта в мире. Как я понимаю, вы уже знакомы с тем, что такое искусственный интеллект, большие языковые модели, поэтому я не буду сильно долго оставаться на терминах, останавливаться, но я бы хотела с вами обсудить международный контекст и почему важно вообще проводить регулирование, что вызывает сам факт того, что законодатели начинают ограничивать большие языковые модели. Поэтому давайте я пробую начать с демонстрации сначала, и потом мы уже перейдём к, собственно, самой лекции. Сегодня ещё раз обсудим с вами международное регулирование искусственного интеллекта, вызовы и возможности для нашей страны в первую очередь. Потом мы уже как бы можем, конечно, обратиться к другим каким-то кейсам. Если вы заметите, все иллюстрации практически, там какие-то котики или не котики будут выполнены с помощью Кандинского 2.2 и уже 3.0. Поэтому я надеюсь, что вам это принесёт какое-то удовольствие. А, собственно, что мы можем видеть? Итак, термины я быстро пройдусь. Скажите, пожалуйста, мне, если вы с ними знакомы, что такое искусственный интеллект, большие языковые модели, генеративные и что такое система генеративного предобученного трансформера. Знакомы ли вы с ними и как бы говорим ли мы на одном языке? Просто стоит ли на этом останавливаться или нет? Так, смотрю чатик. Сейчас ребята осознают. Знакомо, но просят, если можно прокомментировать. Но в целом, да, в большинству... Давайте всё-таки я тогда это прочитаю. Давайте мы с вами это прочитаем. Почему? Чтобы, во-первых, я нигде не ошиблась. Во-вторых, чтобы мы все понимали, о чём идёт речь сейчас в международных отношениях. Эти термины я взяла из лекции Анны Сытник, ассистента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Она тоже занимается этой темой. И вот как определяется искусственный интеллект. Как имитация, именно имитация процессов человеческого интеллекта машинами и в целом компьютерными системами. То есть мы не можем говорить о том, что компьютерная система каким-либо образом реально думает. То есть она не думает, она имитирует этот процесс. Второй момент – это большие языковые модели. Это подвид искусственного интеллекта. Есть, например, малые также языковые модели. Так вот, большие языковые модели – это именно глубоко обученные. Вот вы недавно только что говорили, я так понимаю, с Алексеем о дообученных нейронных сетях, которые используются для обработки именно естественного языка, то есть нашего с вами. Здесь, конечно, идет в первую очередь речь о том, что эти модели умеют обобщать, генерировать текст, классифицировать его, отвечать на открытые вопросы и извлекать какую-то информацию, то есть сбор данных. Чем, например, в исследованиях вам это может помочь? Это может вам помочь большая языковая модель с тем, чтобы вы нашли там список литературы, какой лучше составить по вашей теме, собрать данные из какой-то социальной сети, если вы ее анализируете или какие-то такие моменты. Это просто для тех, кто занимается наукой, ответвление. Генеративный искусственный интеллект. Здесь мы говорим именно про тип одной системы, которая способна генерировать тексты, изображения и другие данные. А вот то, что мы называем GPT, это на самом деле переводит или расшифровывается сначала, давайте, как Generative Pre-Trained Transformer, то есть генеративный, то есть который создает что-то, предобученный трансформер. В основе его лежит большая языковая модель. Конечно, это только модель, это не знание. Так, и давайте к терминам из национальной стратегии России перейдем. А здесь немножечко другой подход. Здесь говорится о именно больших генеративных моделях уже, то есть, видите, немножечко разные, то есть где-то языковые, где-то генеративные используются. Но в целом это, в принципе, одно и то же. То есть что они делают? Эти модели, они способны интерпретировать и создавать данные на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека и превосходящим им эти результаты. Крайне важно. Это из национальной стратегии России. Соответственно, мы должны понимать, что это документ, который будет определять наше, собственно, развитие управлений. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на всё, что будет заказано сегодня о нём. И мы говорим о сильном искусственном интеллекте. То есть это тип искусственного интеллекта, который, да, конечно, как и все, могут выполнять различные задачи, но он также может без участия человека адаптироваться к изменяющимся условиям. То есть, например, вышел какой-то новый, не знаю, обучающий сайт, мы даже не должны обучать нашу модель. Сильный искусственный интеллект предполагается, что он сам, что что-то вышло новое и дообучится на этой информации. Итак, в международных отношениях что мы должны понимать? Мы должны понимать, что мы находимся в контексте, в котором появляется вот это вот законодательство. В первую очередь мы здесь говорим о фрагментации сети. Когда-нибудь вы слышали, может быть, про термин «цифровой суверенитет»? Так. Да, ну мы на предыдущей лекции немножечко затронули цифровой суверенитет, и технологическое лидерство, они были связаны, и на одном из слайдов были прям продемонстрированы. Так что я думаю, да, вот, ребята, отвечаю, что всё хорошо. Вы уже всё знаете. Есть, конечно, гонка вооружений 2.0, так как называемая. То есть раньше, если мы говорили про гонку вооружений с ядерным оружием, сейчас идёт гонка условного вооружений с искусственным интеллектом. Я надеюсь, вы понимаете, что сейчас самыми двумя ключевыми акторами в этой сфере являются Соединённые Штаты и Китай. Так, например, ну они признают лидерство друг друга в этой сфере. Но мы не должны забывать, что Российская Федерация тоже находится в очень хорошем положении. У нас есть большая математическая школа, и мы действительно производим собственные модели, а это делает крайне мало стран вообще в мире. Поэтому, конечно, конкуренция и гонка вооружений для нас, ну то есть вот искусственного интеллекта, скажем так, для нас крайне важна, и это закреплено тоже в наших документах. Так, третий, ну вот, контекст, это, конечно, генеративный. И самое важное здесь – это модели с открытым кодом. А я не знаю, обсуждали ли вы на предыдущих курсах, что это такое, но почему это важно для международных отношений. Если у нас модели создаются, например, там, тремя-двумя глобальными игроками, и они имеют закрытый характер, то фактически в руках этих игроков могут остаться инструменты, ну, серьезного управления как международной, так и внутриполитической системой. Поэтому есть люди и исследователи, которые дают модели и выкладывают эти модели в интернет для того, чтобы люди из других стран, например, вот из стран Африки, они создавали собственные модели, как бы условия немножечко прописывали другие и получали, собственно, как бы свою собственную модель под свои интересы. Ну и, конечно, вот контекст, все это приводит нас к тому, что у нас создается правило игры. То есть мы должны для всех вот этих вот проблем создавать правило игры. Ну вот смотрите, как, например, Кандинский видит, что такое фрагментация сети и регулирование интернета. Вот на такую анимацию он мне создал. Вот. Итак, давайте дальше пройдемся к международным документам. Если мы обратим внимание, то вообще из всех-всех-всех-всех международных документов 31% всего уходит на регулирование ИИ. Это крайне важная тема. И мы должны понимать, что сейчас она на пике, вообще пике обсуждения везде в мире. В первую очередь на национальном уровне и уже на глобальном – это в ООН. Мы дойдем до этой информации чуть позже. Итак, может быть, вы мне можете рассказать, кто такие технооптимисты и технопессимисты? Слышали ли вы о таких терминах? Так, ладно, видимо, я тогда отвечу сразу. Значит, технооптимисты – это те, те, кто считают, что модель можно не просто обучить, а именно обучить так, чтобы она нас постоянно и всегда слушалась. То есть мы берем, например, как ребенка, сажаем его, даем ему карточки и рассказываем, где плохое, где хорошее. И то есть вот технооптимисты считают, что таким образом искусственный интеллект можно обучить. Все время будет нас слушаться. А вот технопессимисты говорят, что на самом-то деле рисков, связанных с ИИ, намного больше. И как бы вы его не обучали хорошо, мы все равно получим и страхи, и какие-то проблемы с ним. Поэтому возникает, собственно, вот эта волна на то, что нам нужно сдерживать искусственный интеллект. Поэтому посмотрим, что вообще происходит в международных отношениях. В первую очередь озабоченность, конечно, вызывает военная сфера. Здесь мы говорим про автономные системы и про аналитику. Искусственный интеллект нам дает крайне большие возможности для того, чтобы влиять на исход каких-то событий в военной сфере, в первую очередь. В экономике у нас происходит автоматизация бизнес-процессов, кибербезопасности. Мы видим, что мы, конечно, можем страдать от усовершенствованных кибератак, например, с использованием каких-то суперновых кодов. Или даже если мы говорим про безопасность экономическую, то здесь мы видим, не знаю, использование уже голоса созданного или видео. В социальной сфере это, конечно, анализ бигдата и прогнозирование социальных тенденций, как факторы изменения этого баланса сил между странами. И вот мы переходим к предметам регулирования. Что же на самом деле мы регулируем? В первую очередь мы говорим о том, что нужно регулировать этику. То есть все то, что связано с правами человека, ответственностью и за его какие-то действия и реакции, и защиту частной жизни и персональных данных. Это крайне важная тема. Второе — это авторское право. Здесь поднимаются вопросы о том, хорошо, вот мы обучили модель, она все как бы умеет использовать, а как мы должны отмечать, кто вообще ее, на чем, на каких информаций. То есть, например, если вы заметили, может быть, кто-то использовал вот первый выход только чат GPT, у них в 22-м году совершенно никаких ссылок нельзя было получить, откуда берется информация. Это, конечно, крайне важно. И сегодня мы видим скандалы относительно того вообще, откуда вы брали те или иные данные, на которых дообучали эту модель. Конечно, есть предмет регулирования социально-экономический. Здесь мы говорим про рынок труда и образование. Рынок труда беспокоит человечество, наверное, больше всего. В России, например, в 23-м году самый большой страх перед искусственным интеллектом это было именно потеря работы, потеря рабочего места. Сейчас этот страх немножечко поушел, но все равно мы понимаем, что это, конечно, сильно отразится на нашей деятельности. И, конечно, последний, самый большой, наверное, блок регулирования это безопасность искусственного интеллекта и защита от его вредоносного использования. Здесь мы в первую очередь говорим о том, что, например, чтобы люди не могли в те же самые модели с открытым кодом использовать во вред человечеству. Если вы, например, может быть, следили за скандалом, слышали ли вы когда-то про скандал с Тейлор Свифт и использованием ее фотографий незаконных, то есть вот что они там создавали какие-то непристойные фотографии. Это все было сделано именно с моделью открытого кода, где не прописаны условия того, что генеративная модель не может делать. То есть здесь, конечно, очень важно обращать на это внимание. И вот вредоносное использование крайне-крайне может влиять на состояние, в первую очередь, например, на психологическое состояние какого-то конкретного человека. Ну и также вызывать какие-то проблемы в международных отношениях. Итак, давайте мы поговорим про вызовы регулирования. Это, наверное, самое важное, что мы должны понять сегодня. Почему законодатели не могут успеть вообще или там в принципе они сейчас вот-вот-вот такие молодцы уже начали все это регулировать, но у них не получается полностью обуздать вот эту волну. связано это со скоростью развития технологии. Она настолько быстро развивается, что мы даже не знаем, что нам дальше надо предпринять для того, чтобы ограничить. И здесь возникают несколько моделей регулирования, о которых я скажу дальше. Во-вторых, второй вызов — это, конечно, размытость предмета и объекта контроля. Мы не понимаем чаще всего, что конкретно мы должны регулировать из отношений между человеком и машиной. И, конечно, нас нету, к сожалению, на данном этапе пока стандартов и единого органа управления. Например, мирового органа управления, о чем я скажу попозже, он может быть появится, точнее, как бы он уже начинает появляться, но вот неизвестно, до какой степени это дойдет. То есть, насколько он станет влиятельным в наших международных, на международной арене. Итак, переходим теперь к глобальному опыту регулирования ИИ. То есть, где что было создано, какие были документы, почему это важно и так далее. Итак, отмечу сразу. Первые международные нормативные акты были посвящены исключительно этическим аспектам использования искусственного интеллекта. То есть, что искусственный интеллект может создавать или каким-то образом нам помогать, а что он не может делать для того, чтобы не навредить правам человека, его свободам, и вот о чем мы сегодня только что недавно говорили, о всех этих пунктах. Соответственно, первый, самый-самый первый документ, можно сказать, что это рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития, ОСР. Его подписали 36 стран, и вышел он в 2019 году. Сегодня этот документ, он остается актуальным, но можно сказать, что в принципе этические аспекты ИИ, они уже отрегулированы в большинстве стран, которые развивают свои модели. Почему? Потому что, наверное, это первые вопросы, которые возникают у общества относительно того, а не пострадаю ли я, вот именно психологически, морально, не пострадают ли мои права, если я буду использовать ту или иную модель. Поэтому вот рекомендации ОСР и ЮНЕСКО, уже которые вышли в 2021 году, они закрепляют то, как вообще, в принципе, должна работать та или иная модель. То есть, что мы можем ей позволить, а что не можем. И, конечно, самый большой вызов для законодателей, это стал в 2022 году выход, то есть вот такой анонсированный выход и резкий скачок в генеративных моделях. Это было неожиданно и очень стало как бы большой проблемой, потому что максимально большое количество людей вышло в общение с этими моделями. И насколько модель была реально готова к такому наплыву людей и давала им качественную, полезную информацию, вот это, конечно, был вопрос большой. И остаётся он им до сих пор. Поэтому первое, что мы можем отметить здесь, это глобальный документ, который рекомендует регулирование генеративного искусственного интеллекта в сфере образования и исследования. Это глобальные рекомендации, которые вышли в 2023 году. И они, конечно, это сделало ЮНЕСКО, извините, я здесь не прописала это. Значит, что вызывает, как бы вызывало озабоченность у организации? Это, конечно, первое, нарушение авторского права. То, что модель не понимала вообще, о чём она говорит, в какой реальности она находится. Не знаю, может быть, вы слышали о том, что проводили эксперименты, и эти эксперименты показали, что при раскладе международном, как бы при агрессивном состоянии международных отношений модель искусственного интеллекта, она выбирает использовать ядерное оружие. Слышали вы вот это вот или нет? Когда-то. Сейчас смотрим на чат. Вообще мы недавно нашим... Да, вот ребята слышали. Отлично, да. То есть вот это, конечно, было таким большой-большой проблемой. И, конечно, ЮНЕСКО, так как действительно озабочено очень сильно тем развитием личности вообще в общем, они беспокоятся, представители этой организации беспокоятся о том, что разнообразие мнений, оно уменьшается. То есть как только мы берём генеративную модель, я не знаю, составляли ли вы когда-то, не знаю, там, письма официальные с помощью неё или нет, она создаёт всё по одному шаблону. Одному, двум, трём, может быть. И даже вот на этом примере можно сказать, что её разнообразие ответов, оно крайне мало. Поэтому как бы мнения там тоже очень мало представлены, разные. Соответственно, это как бы мешает тому же обучению. Поэтому вот ЮНЕСКО и выпустила эти глобальные рекомендации. Итак, на мировой арене основными игроками, которые уже регулируют ИИ, являются несколько стран. В первую очередь, это страны Европейского Союза, или в целом, как мы берём, ЕС как наднациональную структуру. Соединённые Штаты с G7 и ОСР, это как бы всё, они идут вместе с ЕС. Китай, большой лидер тоже в этой сфере. И Россия с нашим законодательством у нас тоже всё хорошо, отлично даже могу сказать. Объясню, почему на следующем... Да, чуть-чуть попозже. Итак, значит, у нас идёт соревнование сейчас за доминирующие принципы регулирования. В первую очередь, мы говорим о том, как бы вот в этой сфере, мы говорим о том, а кто будет определять подход и принципы этого регулирования искусственного интеллекта. С одной стороны, мы видим, что есть инициативы Китая и БРИКС, с другой стороны, мы видим, что есть инициативы... Ну, это часть стран ОСР и G7. Часть стран ОСР, они занимаются инициативой Global Partnership on Artificial Intelligence, то есть глобальное партнёрство по искусственному интеллекту. А G7, они производят какие-то свои инициативы и предложения в рамках хиросимского процесса искусственного интеллекта. Почему хиросимский? Потому что там была встреча вот 19 мая 1923 года, где были определены, собственно, принципы. Итак, что предлагает Китай? Китай в октябре 1923 года, то есть это совсем недавно, казалось бы, он предложил создать глобальную инициативу по управлению на принципах открытости, инклюзивности, консенсуса и уважения суверенитета государств. Почему я подчёркиваю именно открытость и уважение суверенитета? Потому что, если мы посмотрим на хиросимский процесс искусственного интеллекта, здесь будет совершенно другая модель. Она, во-первых, закрытая, а во-вторых, у них есть такой пункт, как трансграничный доступ к компьютерным системам государств подписантов и их данных об уязвимостях больших языковых моделей. Почему для государства это крайне сложно принять, потому что, когда вы можете позволить третьему государству, любому другому, с которым вы подписали соглашение, попасть в вашу компьютерную систему без вашего условно-ведома, это, конечно, немногим нравится. Поэтому хиросимский процесс ограничен этим пунктом. В то время как китайская инициатива и инициатива BRICS, например, которые мы говорим, они открытые. Здесь, конечно, вот это нужно четко разграничивать. Например, вот если мы говорим про Китай и его инициативу в рамках BRICS, здесь Си Цзиньпинь предложил создать общую структуру управления ИИ, а Россия предлагает обсуждать эти вопросы в первую очередь на деловом совете BRICS, а также подключать к этому обсуждению страны ШОС, СНГ, то есть, такой большой, скажем, пласт стран, которые никаким-то образом либо не могут создать собственное регулирование глобальное, либо хотят действительно придерживаться принципов, которых придерживается Китай и Российская Федерация. Итак, что мы должны еще отметить? В первую очередь, конечно, это законодательные акты. Посмотрите на рост их количества. Он фактически такой, скажем так, конечно, в большой прогрессии. Скажем так, с 2016 по 2023 год всего было принято 123 законодательных национальных актов в области ИИ, и 127 стран, они так или иначе использовали словосочетание искусственный интеллект в своих законах. Однако, здесь это важно отметить, и это подчеркивается в нашей национальной стратегии по ИИ. Только 70, примерно, 60-70 стран на данном этапе, то есть на момент 2024 года, разрабатывают собственные национальные стратегии в области искусственного интеллекта. Это важно понимать. Теперь, у нас, как бы, мы поняли, что есть глобальное регулирование, уровень, есть национальный, и вот на этом национальном уровне мы получаем несколько моделей ИИ, то есть регулирование ИИ согласно Банку России. В первую очередь, не знаю, видите, не видите, вот так я думаю, что видно будет. В первую очередь, это ограничительная модель, модель, которая, нормы которой имеют запретительный характер. То есть они говорят, это делать нельзя, это тоже нельзя, а вот эти модели мы вообще исключим из нашего поля, потому что они очень опасны. Есть вторая модель, стимулирующая. Здесь мы говорим такое, знаете, про очень мягкое регулирование, когда компании сами предлагают какие-то шаги по ограничению, там, да, вот там, по цензуре каких-то шагов, там, что нельзя, например, писать в модель какие-то запросы, да, и либо могут, может полностью отсутствовать какие-либо меры, чтобы вот стимулировать появление вот этих вот моделей. И, наконец, есть третья, гибридная, которая очень важная, она все-таки стремится к ограничительной, но в то же время сохраняет большие плюсы стимулирующей модели, и здесь сочетаются инструменты жесткого регулирования, когда мы говорим, вот как ограничительная, да, модель, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. И мягкого регулирования, когда у нас сами организации, которые создают эти модели, вот саморегулируются, они предлагают какие-то решения для того, чтобы их модели не принесли вред. Давайте с вами пообсуждаем. Скажите, пожалуйста, вот к какой модели давайте относится Россия, по вашему мнению, к какой ЕС, к которой, к какой, например, будет относиться, ну, давайте, страна G7 Великобритания. Вот три момента, Россия, Великобритания и ЕС. Как вы думаете, каким? Хотелось бы верить, что у нас гибридная. Да, так, у нас гибридная модель, отлично. Вот появились ответы, что первая, это ЕС ограничительная, но это похоже на ЕС, да, и вот Ольга тоже поддерживает, а, нет, Ольга пишет наоборот, что вот первая относится к России больше. Нет, у нас, к счастью, гибридная модель, у нас нету нормы, имеющих запретительный характер, вот максимально, это все-таки модель, которая разрабатывается ЕС, стимулирующая, она идет у Великобритании, у них крайне, ну, такой, знаете, подход, что приходите все модели к нам, регистрируйтесь у нас, и мы вам, значит, почти все позволим. И, значит, гибридная модель, она именно у России, здесь сочетаются какие-то инструменты жесткого регулирования, но, скорее, сейчас на данном этапе, я бы даже сказала, больше саморегулирования с акцентом на то, что компании, которые, значит, активничают в этой сфере, они обращают внимание очень серьезное на законодательство, то есть, вот как бы вот это наша модель. Итак, значит, ЕС, в ЕС у них существует три больших таких закона, которые выстраивают вот эту рамку регулирования. Первый закон, вы, наверное, может быть, даже про него слышали, это EU AI Act, закон ЕС об искусственном интеллекте. Он буквально недавно был одобрен, то есть, его там разрабатывали полностью там в течение нескольких лет. В 23-м году он был там предодобрен в декабре, и вот в 13 марта 24-го года он одобрен и ждет своего такого, скажем так, реализации. Про него я чуть позже скажу, что там за пункты. Есть второй закон, который говорит о цифровых рынках, то есть Digital Markets Act, то есть это то, как должны вести себя модели на рынках и как бы, в принципе, какое должно быть регулирование на рынке вот этих вот цифровых решений. И есть третий огромный большой закон, который говорит о цифровых услугах Digital Services Act. Если вы когда-то слышали, например, про последние скандалы с ТикТоком и его реально очень большими трудностями с относительно европейского законодательства, алгоритмами, например, то что здесь происходит? Вот этот закон Digital Services Act, он определяет, что, например, модель или какое-то приложение не имеет права предлагать или навязывать свой алгоритм пользователю. То есть человек, например, кто заходит в ТикТок в Европейском Союзе сегодня, он может, это единственное, кстати, правовое поле, где сейчас люди могут это сделать именно в этом приложении, они могут отметить галочкой или там снять, например, эту галочку, что алгоритм будет, то есть смотреть на их предпочтения и выдавать им видеофайлы в соответствии с их предпочтениями. То есть вот этот вот Digital Services Act, он регулирует в основном направлен на регулирование алгоритмов, то есть как бы то же, что является искусственным интеллектом. Поэтому вот это какая-то трехступенчатая модель. И вот если мы говорим про UAI Act, то есть закон ESO в искусственном интеллекте, здесь логика такая. Значит, выстраивается пирамида из рисков. Первая, самая высокая точка, это будет уровень риска неприемлемый. Это какая-то очень небольшая прослойка моделей, которые представляют по мнению стран ES неприемлемый риск для суверенитета этих стран и там для каких-то еще моментов. Соответственно, вот этот маленький кусочек пирамиды с 2024 года плюс 6 месяцев после принятия вот этого акта, после, ой, простите, после принятия закона, они будут полностью запрещены, вообще полностью исключены из правового поля ES. Если кто-то будет создавать такие модели, они будут сразу блокироваться. Есть высокий уровень риска, это как бы вторая такая ступенька этой пирамиды. Здесь эти модели будут подвержены усиленному контролю, то есть за ними будет действительно, у них будет очень серьезная отчетность по тому, как они работают и так далее. Значит, ограниченный уровень риска, здесь немножечко посвободнее, и скорее всего это связано как бы с теми моделями, которые, скажем так, они не представляют серьезную угрозу, но в то же время они не несут в себе много каких-то позитивных вещей для общества, то есть они чему-то помогают, но могут в то же время быть использованы во вред, поэтому как бы у них такой подход к этим моделям, сейчас я скажу про какие говорю, ограниченный. Ну, соответственно, низкие и минимальные это какие-то мини-модели, которые могут быть использованы, не знаю, например, в транспортной системе или еще где-то, да, то есть опять же, здесь мы не говорим про биометрию, здесь мы говорим про какие-то действительно просто автоматизированные процессы. Значит, вот этот вот UAI Act, что он точно запрещает? В первую очередь они запрещают, он запрещает систему биометрической категоризации, то есть что это значит для создания баз данных. Мы фактически говорим о том, что здесь людей могут, да, брать у них там отпечатки пальцев, не знаю, фотографии их, но если эта система, которая вот берет вот эти отпечатки, создает базы данных о людях, то есть вот как бы огромные, которые она хранит, такие системы будут запрещены. При этом распознавание в принципе лица и каких-то оно не запрещено, несмотря на то, что кажется вроде как бы что да. Есть у них запрет на системы распознавания эмоций на рабочем месте и в школах. Откуда это идет и вообще почему как бы об этом европейцы заговорили, это потому, что они насмотрелись вот на модели Китая, где там вот есть вот эта система социального рейтинга, где в школах дети могут сидеть, я не знаю, видели, может быть, такие как бы тоже репортажи в системах тоже, которые считывают их активность нейронную, вот, и ЕС, они решили все это сразу запретить. И, конечно, ну вот, есть такой спорный момент с правоохранительными органами, когда они могут использовать модели для профайлинга людей и для плюс-минус определения, может ли человек быть преступником или нет. И вот эти системы, конечно, тоже они запрещены будут с помощью вот этого законодательства. Время перехода на новое регулирование здесь будет всего три как бы больших уровня. Это шесть месяцев, то есть для вот этих вот запретительных моделей, для которых неприемлемый уровень риска. Девять месяцев это где-то для высоких, то есть чтобы они подстроились с высоким уровнем риска модели. И 24 месяца будет для того, что для перехода уже на, для всех остальных моделей. Я вам, наверное, расскажу уже больше такой, скажем так, примеры жизни, недавно мы разговаривали с человеком, который в Франции создал, точнее он как, он создал свою модель в Камеруне, но она работает во Франции и зарегистрирована сейчас во Франции, создал открытую, создал модель искусственного интеллекта, которая работает по примеру ЧАД-ГПТ. Так вот он рассказывает, что на самом деле бизнесу сейчас он начинает задыхаться вот от этого UAI Act, и очень много людей были недовольны вот именно создатели моделей европейские, которые, ну, они просто не принимают этот UAE Act, и они хотят просто уехать из страны, поэтому, знаете, вот тут говорить о том, что все-таки хорошо это или плохо, наверное, для бизнеса все-таки это сильно удушающее регулирование, поэтому имейте в виду, что это все-таки такой, как бы, очень рисковый подход. Если мы видим в Европейском Союзе в целом очень мало собственных моделей, не знаю, одна из самых известных, это, наверное, Мистраль французская, которая более-менее создавала конкуренцию ЧАДу-ГПТ, но сейчас ее там частично выкупил Майкрософт, и тоже неизвестно, что сейчас с ней будет. Итак, давайте перейдем уже от ЕС к Соединенным Штатам, мы пройдемся быстро по этим странам. Значит, администрация Байдена Харрис, она провозглашает вообще ИИ главным приоритетом своей политики, что как бы на волне, да, вот этой всей. И здесь страна до момента создания указа о безопасном и надежном развитии использования ИИ, она все-таки склонялась к такому стимулирующему регулированию. Однако, был выбран путь усиления этого регулирования, и мы все-таки идем в сторону уже как бы модели ЕС. Однако, что чего здесь боятся Соединенные Штаты? Они боятся того, что если они сейчас ограничат себе своим собственным же регулированием, таким удушающим, вот как ЕС, полностью развитие моделей генеративных, то они уступят Китаю. И поэтому они сначала идут таким, знаете, очень медленным шагом, и в первую очередь договариваются с компаниями-лидерами, ну это, например, там Microsoft, Amazon, и тоже OpenAI, о том, что эти компании должны быть привержены принципам безопасности и общественного доверия. Например, OpenAI и вот эти вот, там, по-моему, вот три модели, три компании, они выступили с инициативой того, что они, например, будут, создадут какой-то, не знаю, не код, не могу вам объяснить это четко, технически, но в общем, что они создадут такое действие модели, что можно будет определить любому человеку с помощью проверки там системы, например, внутри того же, внутри того же чата GPT, был ли создан этот текст или эта картинка искусственным интеллектом. Сейчас таких watermark, то есть вот этих вот, да, водяных знаков, их нету, поэтому, например, очень сложно определить, был создан ли текст, например, чатом или нет. Итак, в Великобритании идет подход про инновации, они так его и называют, инновационный подход к регулированию ИИ, и здесь идет исключительная вот такая вот модель, делайте все, что вы хотите, мы стимулируем ваше развитие. Конечно, есть какие-то ограничения, но все равно сам факт это того, что и Великобритания стремится как бы привлечь как можно больше к себе новых, новых стартапов, которые развивают вот этот вот искусственный интеллект. У Китая у него положение совсем другое. Если Великобритания она как бы хочет к себе привлечь, то Китай ему никого привлекать не нужно. У него уже очень сильно развиты эти системы, и здесь нужно просто стране договориться с ключевыми стейкхолдерами о том, как действительно они должны себя вести. И вот они в по-моему в 23-м году создали новый регулятор, это государственное управление данных. Вообще как бы в принципе они делают такой акцент на управление данными, то есть что они должны понимать, что где происходит, как бы как мы можем это стимулировать или наоборот ограничить. И вот три основных документа Китая, они кстати появились намного раньше, чем законодательство ЕС, потому что ЕС, как мы помним, только в 24-й год, а Китай, они начали это уже как бы достаточно давно. и вот у них есть первый документ, это положение об управлении рекомендательными алгоритмами, то есть каким образом эти рекомендательные алгоритмы, как я вот уже говорила про ЕС, Digital Services Act, как алгоритмы могут показывать информацию. Второй документ, это положение об управлении технологиями глубокого синтеза, и это в первую очередь дипфейки, и третье, то есть ну как бы озабоченность дипфейки, да, и третье, это промежуточные меры по управлению сервисами генеративного искусственного интеллекта, почему промежуточные, потому что сейчас еще нет полного такого, знаете, основополагающего документа, который бы там все прописывал, прописывал, но уже промежуточные меры, они сильно влияют на то, как создаются, как бы в каких условиях создаются эти системы генеративного искусственного интеллекта. Итак, здесь мы переходим к нашей стране, и мы говорим о том, что в России сейчас, если процитировать, да, Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инноваций, значит, он что сказал в 23-м году? Россия переходит из состояния AI-ready, то есть готовности к внедрению AI, в AI-native, а именно активного внедрения проектов с использованием технологий и в экономические и хозяйственные процессы страны. Как мы понимаем, когда у нас AI уже проникает настолько в наши хозяйственные процессы, вообще в любые там, в образования, в какие-то, я не знаю, там, другие сферы жизни, нам обязательно нужно делать так, чтобы эти модели, они были, как минимум, безопасны для использования. поэтому в 2019 году, тоже достаточно давно на самом деле, в России выходят примерно, вот наравне, помните, мы только что говорили про рекомендации ОСР, да, к этическим аспектам. Так вот, в России в 2019 году уже вышла национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России. Она называется официально указ президента Российской Федерации от 10 декабря 2012 года номер 490. Подчеркну, что в 24 году, 15 февраля, совершенно недавно, вышла новая версия, и она действительно крайне большая и объемная, и очень много дополнений к этой стратегии. То есть теперь наша национальная стратегия, она базируется вот на версии 2024 года. Вторая, второй документ, который основополагающим тоже является в России, это концепция развития и регулирования отношений в сфере технологии искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, фактически до сегодняшнего года, но я думаю, что это тоже будет обновлено в ближайшее время. И последнее, и вот это, наверное, самое важное, это кодекс этики в сфере ИИ, наверное, самый значимый документ, который регулируется именно компаниями, готовыми, то есть компаниями, которые создают системы искусственного интеллекта, и они договорились о каких-то принципах безопасности, которыми они должны руководствоваться во своей работе. То есть если мы берем кодекс этики, он будет, наверное, где-то на, получается, здесь на третьем уровне, но по влиянию он может быть на данном этапе, именно на данном этапе, он может быть ключевым документом назван. Почему? Потому что это тот документ, которым руководствуются самые крупные создатели наших генеративных моделей. Например, Сбер, Яндекс, там, я не знаю, по-моему, даже Газпром, то есть вот все-все-все большие крупные акторы, которые в России так или иначе используют искусственный интеллект и создают его, собственно, и стимулируют его создание. Значит, если мы перейдем к базовому документу, к нашей стратегии 2024 года, что мы должны отсюда вынести? То есть вот как бы таких три важных, наверное, положения и основные принципы. Значит, первое, что говорит нам национальная стратегия наша? Что, конечно, искусственный интеллект это одна из самых важных технологий, которые сейчас нам доступны. То есть мы ставим искусственный интеллект действительно на очень важное место в своем развитии. То есть Россия, она стимулирует, то есть хочет развиваться. Второй момент. Технологии искусственного интеллекта являются областью международной конкуренции. Это тоже надо понимать, что здесь Россия не видит, скажем так, что, знаете, все вот пришли и договорились сегодня же. Нет, сейчас идет действительно соревнование за создание этих моделей, и поэтому, конечно, договориться очень сложно о том, как их регулировать. И третий момент, это, конечно, то, что искусственный интеллект окажет существенное влияние на экономический рост в мире, поэтому нужно развивать эти модели. Основные принципы работы и которые выделяются в национальной стратегии, это защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет. Опять же, это нужно тоже понимать и четко видеть, что Россия продвигает, скажем, концепцию технологического или цифрового суверенитета. И мы говорим также о целостности инновационного цикла, но в первую очередь о том, чтобы все эти модели создавались именно внутри страны, без каких-то внешних игроков. И, конечно, что очень важно, это то, что поддержка конкуренции должна быть внутри страны. Почему? Потому что мы не можем делать ставку только на одну модель. Без конкурентов она может, к сожалению, не оказаться очень успешной. Поэтому чем конкурентнее эта среда, тем лучше. Давайте, может быть, вы мне скажете, вы, наверное, знаете, какие самые две знаменитые наши модели искусственного интеллекта генеративного вы знаете. Вот конкурентов двух таких больших, которые, может быть, уже там в чатах в Телеграм есть, работают, там каждый день, может быть, вы им пользуетесь в браузерах. Вот, ребята, отвечают в чате, Гигачат и Яндекс. Джипетти. Отлично, да, это именно то, о чем я говорю, то есть это две самых ключевых модели, которые вот сейчас являются конкурентами и вот их конкуренция она поддерживается. Отлично. Значит, что еще есть у России? И это тоже важно нам понимать, если вдруг вы сами когда-то захотите взять так открытый код, создать свою модель и, значит, выстроить ее в соответствии с законодательством Российской Федерации. В первую очередь мы говорим о том, что есть стандарты, то есть программа по стандартизации системы искусственного интеллекта. Они идут, ну как бы началась эта программа в 2020 году, но на сегодняшний день выработан минимум 61 стандарт. По-моему, их сейчас уже доходит до 70-80, но в целом вы должны понимать, что в каждой сфере, например, транспорт, здравоохранение, машиностроение, данные, каждая из этих сфер она предоставляет какие-то стандарты, которые должны быть соблюдены при создании той или иной модели. И второй момент в нашем законодательстве это крайне, скажем так, полезный с моей точки зрения и вообще очень интересный подход, что мы создаем экспериментальные правовые режимы и регулируем фактически наши системы в разных сферах вот именно в этих экспериментальных правовых режимах, то есть что они нам позволяют. Экспериментальный правовый режим, он позволяет вам начать развитие своей модели и выстраивать в соответствии с теми нормами плюс-минус, которые сейчас существуют. И вы в этом экспериментальном правовом режиме можете немножечко выходить за рамки каких-то там, то есть вы можете полностью еще не подчиняться законодательству, которое, да, первому, например, документу основному, но вы подчиняетесь нормам, которые есть в этом экспериментальном правовом режиме и это вам позволяет тестировать ваши модели немножечко выходя за какие-то вот периметры. Это называется еще по-другому песочница, то есть где вы испытываете свою модель вот на разных каких-то кейсах, однако вы не нарушаете законодательство, почему? Потому что вы применяете свою модель в очень ограниченном пространстве. Соответственно, есть это в сферах медицины, проектирование, сельского хозяйства, финансово-строительство, госуслуг и промышленности. Это очень-очень-очень полезно для тех предпринимателей и тех создателей платформ, которые хотят, чтобы их модель служила обществу, но они не могут на данном этапе понять, насколько она может кому-то навредить, поэтому вот этот экспериментальный правовой режим это очень важно. Значит, что я вам посоветую из каких-то платформ, я не знаю, сталкивались ли вы уже с этим или нет, но в России есть платформа, которая называется Искусственный Интеллект Российской Федерации, вот этот сайт ai.gav.ru и здесь вы можете найти реально практически все. В первую очередь вы можете найти новости, вы можете найти мнение экспертов по той или иной проблеме, и новости, кстати, эти будут связаны с глобальным развитием Искусственного Интеллекта, ну и с акцентом на Россию, конечно, вот, и здесь же вы можете найти опять же информацию об этих экспериментальных правовых режимах, о стандартизации, о каких-то нормативно-правовых актах, которые вышли, о страхах, о статистике, то есть действительно это платформа, которая помогает сейчас понять вообще, куда развивается наше регулирование и в принципе вот что мы делаем в сфере Искусственного Интеллекта в России, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь вот обращаться на этот сайт, он действительно может вам помочь. Так, а что еще у нас осталось? Конечно, да, последнее, наверное, что я скажу, и как раз мы, наверное, уже завершим. Значит, в 23-м году было первое проведено, первое, самое-самое первое заседание Совета Безопасности ООН по Искусственному Интеллекту. Это очень важно, потому что до этого Искусственный Интеллект обсуждался, знаете, так, на полях каких-то встреч. А здесь было действительно первое проведено заседание Совета Безопасности, потому что, значит, плохо, что хорошо, опять же, определить вот эти вот контуры. И в этом же году генеральный секретарь ООН предлагает создать отдельный орган по управлению Искусственным Интеллектом на примере МАГАТЭ. Все ли знают, как работает МАГАТЭ? И вообще, что это такое? Да. Это агентство по атомной энергетике. И что оно нам говорит? Пока один ответ. Как работает, не знаем, пишет Дмитрий. Значит, вот МАГАТЭ работает по принципу наднационального органа регулирования и надзора. То есть, МАГАТЭ может приехать в страну, где есть, например, атомные станции или страна, которая считается владельцем ядерного оружия. Они могут приехать и проводить свои проверки, чтобы определить, так ли это в соответствии с нормами, ли выполняется, например, содержание атомной электростанции и так далее. То есть, вот этот такой наднациональный орган управления, это крайне важно понимать. И здесь Антонио Гутерриш, он предложил тоже создать такую систему по управлению искусственным интеллектом. Однако, на этапе 2023 года позиция России была о недопустимости создания наднациональных органов и экстерриториальности применения норм в этой области, потому что это очень сильно ограничивает не только даже наш собственный национальный потенциал, а в принципе это может дать какие-то преимущества другим странам на данном этапе. Поэтому позиция России была четко озвучена. Несмотря на это, все равно были договоренности, то есть мы даже не говорим про наднациональный орган, но в 2024 году все равно был созван консультативный орган, и здесь Россия очень даже с этим согласна, консультативный орган высокого уровня по искусственному интеллекту от нашей страны. В нем представлена наша позиция нашей страны представляет директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Владимировна Абрамова, кандидат экономических наук. она сейчас является также членом Альянса по искусственному интеллекту, который регулирует этот кодекс этики. И значит, что здесь происходит в этом консультативном органе? Вот этот консультативный орган, он призван дать рекомендации всем странам мира по тому, как нужно и как следует регулировать собственные модели. То есть здесь это крайне важно понимать, что вот этот консультативный орган на данном этапе он предоставит в первую очередь только рекомендации. Опять же, потом неизвестно, каким образом будет развиваться международная обстановка и придем ли мы все-таки к национальному органу или нет. Но на данном этапе это пока именно рекомендательные какие-то вот такие вещи. Опять же, это крайне важно. Почему? Потому что, опять же, я уже повторюсь, сферу искусственного интеллекта и вообще, в принципе, ИКТ очень сложно регулировать, потому что у нас крайне разные позиции вообще у всех стран мира. В первую очередь это Россия, Китай, Соединенные Штаты и ЕС. У нас разные подходы и очень сложно объединить их в единые. Например, у нас до сих пор нет единой какой-то такой, как это называется, не стратегии, единой концепции по киберсфере. То есть мы не можем ее регулировать и точно так же на данном этапе нет единой концепции по регулированию искусственного интеллекта. Но надеемся, что все это появится. Итак, я думаю, что мы закончим вот на этом последнем слайде. Я сейчас его прокомментирую и потом, наверное, мы уже перейдем к вопросам. Значит, самое важное, что удалось сделать Организации Объединенных Наций в 2024 году, на сегодняшний день, это принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 11 марта, которая называется так «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития». То есть понятно, что на данном этапе мы не говорим о том, что вот все, ГАОН приняла какие-то документы и все урегулировалось. Нет, это неправильно так думать, но это уже большой первый шаг к тому, на что будет опираться вообще мировое сообщество при выработке собственных норм. И это самый первый документ Генеральной Ассамблеи, который только посвящен системам искусственного интеллекта. Поэтому пожалуйста обратите на это внимание. Я надеюсь, что эта информация была вам как минимум полезна. Я уже не говорю про то, что она могла быть интересной, потому что это все-таки такие технические правовые термины, но я надеюсь, что может быть вы на что-то обратили внимание, и я думаю, что вам это пригодится в будущем. Спасибо большое, я вас благодарю за внимание и за реакции, это для меня крайне важно. Спасибо. Спасибо большое за вашу лекцию. Вот уже в чате есть вопросы, скорее такой комментарий, но может быть вы его тоже сможете развить, прокомментировать насчет единого нормативно-правового акта для всех государств, который бы все расифицировали. Насколько это возможно в целом? Что вы думаете по этому поводу и есть ли такие предпосылки? К сожалению, вот на данном этапе единого нормативно-правового акта я не могу сказать, что вообще мировое сообщество видит его в ближайшие перспективы. Почему? Потому что, повторюсь, несколько, во-первых, подходов и принципов к регулированию, и если мы, например, берем страны западного сообщества, то у них принцип и подход — это то, что как бы мы регулируем и мы можем иметь доступ к вашим данным, если вы подписали с нами соглашение. Конечно, остальные страны, которые тем более не разделяют это видение, им очень сложно согласиться с таким подходом, а Соединенным Штатам и, например, европейским странам, им очень сложно согласиться с подходом, например, нашей страны и Китая в части уважения суверенитета стран. Поэтому вот здесь, конечно, это крайне такая, знаете, вот такая вот линия разделения, которая идет, и на данном этапе ее очень сложно преодолеть. Поэтому, слава богу, появляются какие-то инициативы на уровне ООН, которые позволяют нам как минимум регулировать этику. Но сейчас я тогда сразу отвечу уже на второе вопрос. Можно ли сравнить регулирование и ядерного оружия? Например, есть ядерные державы, державы, у которых такое оружие есть, но их ядерными не признают? Возможно, ли в будущем сложится что-то подобное или нет? Вы знаете, я пока на данном этапе не могу вам даже сказать, можем ли мы это сравнить. Почему? Потому что из-за того, что даже есть вот эти модели с открытым кодом, у нас каждая страна может создать себе, ну, действительно, систему этого искусственного интеллекта. Поэтому здесь я бы не могла сравнить искусственный интеллект с ядерным оружием. Это немного разные категории, но я вполне предполагаю, что если будут действительно какие-то там очень сильные модели искусственного интеллекта, вот как мы сказали, сильный искусственный интеллект, может быть, к чему-то такому и придет. Но вот на данном этапе не могу вам дать точного ответа. Нужно ли вообще регулирование, может ли существовать и без законодательного регулирования, например, OpenSource ну я конечно он и вот сейчас на первых этапах он существовал без регулирования, там были какие-то совсем небольшие модели, но я предполагаю, что рисков настолько много, что ни одна страна не может позволить и не может допустить использование моделей и не даже каким-то образом там минимально их не ограничивать. То есть ну если мы берем, например, вот может быть, вам тоже понравятся такие как бы ну не понравятся, скажем так, может быть, сможете ответить себе на такие вопросы. Недавно в октябре, по-моему, или в да, в октябре 23-го года наш форум по этике искусственного интеллекта российский проводил опросы среди населения и спрашивал, а как вы считаете, вот с точки зрения этических принципов, есть ли возможно или может ли быть использован голос человека, который ушел из жизни для, например, в качестве голоса языкового помощника. Вот понимаете, если мы это не регулируем, то это можно, а если мы все-таки регулируем, то ну вот тут как бы очень такая граница, да, очень-очень тонкая грань, и поэтому, конечно, такие вопросы, ну они нуждаются в регулировании. Так, сильный искусственный интеллект уже сам себя будет регулировать и нас заодно. Ну, я не уверена, но вполне возможно, что он будет помогать писать законодательные акты. Так, к примеру, в работе БПЛА и у каждого свой. Так, да, БПЛА есть в большинстве развитых стран. Есть ли здесь предпотоки для создания единого кода и какая конкуренция может быть постоянной или же зависит от геополитической ситуации? Да, Ольга, вы, наверное, ответили здесь на свой вопрос, это все зависит от геополитической ситуации, мы не будем, мы на данном этапе беспилотные летательные аппараты, мы их не можем даже, ну, как бы сказать, военная сфера, она вне обсуждений сейчас, вот так. Я вот так, наверное, кратко отвечу, нету сейчас международного обсуждения этой проблемы. Вот, есть на национальных уровнях, да, какие-то вопросы, но на, нет, международном нету. Да, у нас есть один слушатель, который, прошу прощения, хотел бы голосом задать вопрос, если можно, Мария, передам слово. Да, конечно. Алло, нас слышно? Я сейчас не разомнился. Так, что-то странное, давайте все-таки лучше тогда текстом, потому что вас еще поставили. Нет, вопрос хотел задать я, а говорит другой человек. Нет, я просто сам не понял, кто говорит. Смотрите, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Потому что, да, письменно поздоровался сначала. Тут вопрос такой, сейчас, ну, я буду говорить исключительно о применении искусственного интеллекта в рамках написания кода, получается. Вот, если, смотрите, вот у нас какая ситуация, сейчас большие компании типа OpenAI и другие компании, они, получается, обучают искусственный интеллект именно на открытом гитхабе, либо на какой-то своей кодовой базе, то есть, у нас нет такого, что компании готовы пойти на то, чтобы открыть свой код для условного, для условно-генеративной модели, потому что это слишком опасно, и они не хотят на это идти. То есть, получается, у нас пока ограниченное обучение этого искусственного интеллекта, а если вдруг получится так, что несколько корпораций в итоге объединятся и обучат на своих данных искусственный интеллект, то мы пока не знаем предела того, как хорошо он будет писать. Сейчас даже на уровне Джуна он не способен писать, я сам проводил небольшие исследования, то есть, без того, чтобы исправлять этот код, пытался, как бы, чтобы он что-то написал, заставить его на последних версиях, естественно, и ничего нормального не вышло. Так вот, вопрос в чем заключается. Государство регулирует искусственный интеллект с точки зрения выгоды, и также государство должно в пользу своих граждан учитывать, то есть, тогда у нас возникает проблема. Если вдруг получится такое, что объединятся несколько корпораций, то искусственный интеллект научится писать адекватно код, то джуниору, в принципе, и сейчас они мало кому нужны, а потом они будут вообще никому не нужны, условно. Наверное, сеньоров не заменят, но вы представьте, какое большое количество людей на рынке труда потеряют работу. Это если мы говорим о коде. Но если искусственный интеллект научится писать код, то все остальное, мне кажется, делает гораздо проще, чем писать код. То есть, получится так, что у нас большое количество безработных людей, и это большое количество людей сидело на хорошей зарплате, они не пойдут просто работать, не знаю, на завод и прочее. И получится большая масса, которую сложно контролировать, и которая будет агрессивно настроена против правительства. Как правительство, получается, рассматривает данный вопрос, и где граница того, насколько можно обучить искусственный интеллект, есть ли запреты на объединение корпораций, чтобы они не могли, получается, объединяться в плане раздачи своей кодовой базы и, не знаю, и на закрытом гитхабе обучать. То есть, как это все будет контролироваться, непонятно. Да, спасибо, Мага, за ваш вопрос. Я бы, наверное, ответила так. Значит, если мы вернемся к принципам основным регулирования искусственного интеллекта сейчас, который сейчас, на данный момент, это принцип риск-ориентированный. То есть, мы видим риск, мы его пытаемся ограничить. То есть, это основной подход. Что, если мы возвращаемся к открытому коду? На данный момент открытый код и вообще, в принципе, умение, модели уже умеют кодировать. Например, копайлот, я думаю, что кодируют уже прям так нормально на уровне джуниора. Нет, не кодируют, извините, что... Я вот лично использовала чат GPT, который мне помог для моих исследований научных создать модель, которая как бы работала, и она, в принципе, справилась успешно. Единственный только момент заключается в чем? Здесь, ну, от моей точки зрения. Наверное, не будет, скажем так, как вот эти генеративные модели, они полностью все равно вытеснить программистов с рынка они не смогут. Они все равно будут. Программисты, они останутся. Просто единственное, это так же, как и вот с образованием, да, не вытеснят преподавателей. Просто преподаватели либо там, да, запишут свои лекции и будут потом как бы просто помогать студентам уже в личном формате как бы прогрессировать. С программистами произойдет, скорее всего, следующее, это, кстати, ну, это лично не мое мнение, я его услышала на лекциях от программиста, который давал лекции в Гарварде. Он, значит, настаивает на чем? Он говорит, что хорошо, да, джуниоры действительно сейчас пострадают очень сильно от того, что там системы могут быстрее за них писать код. Но вопрос в чем? Полностью программирование как таковая, как профессия, она не уйдет. Почему? Потому что на данном этапе, ну, в каком-то промежутке времени люди смогут еще, то есть, ну, как бы еще смогут, это неправильно, наверное, люди смогут использовать эту модель и просто лучше делать свою работу. Поэтому я не думаю, что вам тут нужно сильно беспокоиться, но законодательство действительно на данный момент продумывает шаги по тому, как ограничить модели, чтобы люди не теряли свою работу. Помните, это вот предмет регулирования, один из, это как раз-таки экономические аспекты, и здесь, чтобы люди оставались на своих рабочих местах и чтобы они все-таки действительно приносили пользу государству сами. Поэтому я бы, наверное, вот так ответила на ваш вопрос. Извините, если не очень четко, но я надеюсь, что мы поняли друг друга. Так, давайте к следующему. Так, Ольга, мы с вами уже ведем диалог, давайте я сейчас еще посмотрю. Да, да, был вопрос про использование E в киноиндустрии. Как раз это, наверное, навеяно последними новостями с OpenAI связанными, что они активно сейчас знакомятся со всеми в Голливуде. Да, да, да. То есть, ну, опять же, видите, это как бы это реактивный подход. Сейчас у нас нету проактивного подхода к регулированию E, потому что фактически мы даже не знаем все сферы или все точечные какие-то моменты, где может быть применена эта система. Поэтому, если мы видим риск, мы его ограничиваем. Мы видим риск, мы его ограничиваем. То есть, вот здесь вот это идет такая, как бы, знаете, игра в догонялки. То есть, законодатели, они пытаются быстренько-быстренько догнать то, что сейчас идет. Но, опять же, вот я говорю, самый основной вызов это скорость развития технологии. То же самое, что если даже на этом GitHub-е мы научим или там все модели, все корпорации объединятся, это уже будет, опять же, принято, скорее всего, решение постфактум, законодательное какое-то, что типа, что либо мы там полностью ограничиваем, либо не ограничиваем. То есть, вот здесь уже, это действительно реактивный подход. Так, можно дата-центры ломать. У нас есть большая языковая модель на любой случай, Сергей Безруков в кино. Ну, да, слушайте, ну это так, это из части шуток. Ну, а в целом, действительно, есть, конечно, большие озабоченности там и сценаристов, да и тех же ученых, которые понимают, что сейчас языковая модель намного быстрее найдет какие-то там, те же статьи, да, вот если вы знаете методологию им рад, да, то есть, когда мы там ставим методологию на второе место и вот методологию, а пишет ли нам искусственный интеллект методологию в статьях лучше, чем вы сами? Вполне возможно, но здесь просто мы сейчас как бы все ценнее и ценнее становится именно человеческое, да, вот именно человеческое творчество, то есть, вот этот образ мышления, то есть, как мы можем выйти из какой-то ситуации. Искусственный интеллект на данный момент машины это не может и законодательство пытается помочь ограничить эту машину так, чтобы она служила нам все-таки, а не управляла нами. Вот. Так что я надеюсь, что вам было полезно. Да, Мария, я хотела подчеркнуть, что пока что искусственный интеллект в различных управлениях это инструмент, да, который мы можем пользоваться, его нужно перепроверять. Вот буквально на прошлой лекции рассказывали, что есть отдельные искусственные интеллекты, которые контролируют искусственный интеллект и пытаются минимизировать дегаллюцинации. Но, к сожалению, все это еще работает не так, как, может быть, даже хотелось бы, и даже написанный код, и соединять куски кода между собой, дорабатывать его, я думаю, что это пока не в ближайшем прям перспективе, но об этом, судя по всему, уже беспокоятся и думают, возможно, вот законодательное регулирование как раз уже может быть к этому моменту и разовьется настолько, что это будет баланс достигнут. Да. Так, ну давайте на последний вопрос отвечу, и тогда я вас освобожу. Значит, что вы думаете про дипломную работу, написанную нейросетью? Прецедент уже был. Да, прецедент был, и лично мое мнение, я смотрю на это с точки зрения научной этики. С точки зрения научной этики это неприемлемо, потому что вы не можете использовать чьи-то знания и выдавать их за свои. с точки зрения использования инструмента, я считаю, что человек, который это сделал, он, ну скажем так, он проявил свою как бы смекалку, вот, и он действительно использовал этот инструмент для того, чтобы получить собственную выгоду. Поэтому, знаете, вот как бы здесь вот такой двоякий вопрос, молодец ли он, что он проявил смекалку, да, наверное, молодец, и он как бы активный в этом плане. С другой стороны, да, вот он нарушил эту этику научной деятельности, поэтому, конечно, это, ну, это неприемлемо. Да, да, чьи-то основы. Основа использования чьих-то знаний, основа образования, да, но мы основываемся на чьих-то знаниях и потом добавляем собственную добавочную стоимость. Если мы не добавляем этой добавочной стоимости, ну, собственно, как бы мы не можем претендовать на то, что мы ученые. Все, спасибо большое, я думаю, что я на этом закончу, вот, поэтому... Да, мы как раз сложились во время, спасибо вам большое. Спасибо вам, хорошего дня, вот, я надеюсь, что вы сможете применять полученные знания о будущем и сможете регулировать искусственный интеллект уже немножечко больше проактивно, как бы предвещая... И осознанно им пользоваться. Да, и осознанно им пользоваться, это правда. Все, спасибо большое, хорошего вам дня. Да, спасибо, спасибо, еще раз, что подключились сегодня, выходной. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok